Которую должны сопровождать мамки, няньки, хотя бы один какой-нибудь телохранитель, чёрт его знает, учителя танцев, французского языка и всего остального французского, потому что ну хрен с ним, что у неё половина морда красной, половина синий, и мама у неё это... Но вы ж готовите наследницу. Принцессу. Это принцесса, она не должна вообще ударить в грязь лицом, поэтому с ней постоянно, круглосуточно кто-то будет заниматься. Что характерно, это их работа. Конечно. Высшая аристократия, у неё, конечно, положение было очень сильно лучше, чем у всех окружающих, но у них было огромное количество обязанностей, к которым их готовили с детства. По-другому не умели, там не было ни школ нормальных, ни вузов нормальных. Более того, в вуз или в школу высшему аристократу ходить было чудовищно, западло, поэтому школа приходила к нему сама. И вот ты просыпаешься, тебя одевают, не ты сама, тебя одевают. Там тебе чистят зубы, рисуют свисток, чтобы привыкал к этикету с самого детства. И всё. Ты поступаешь. У тебя всё, у тебя весь день. По секундам. Французский язык, валерийский язык, танцы, как правильно вилка-ложка держать, самостоятельная подготовка, обед, испражняться, послеобеденный здоровый сон, прогулка с учителем философии. И вот у тебя весь прекрасный день уже прошёл. Всё. Ни одной секунды, ни один. Во-первых, под присмотром. Это важно, чтобы под присмотром был, чтобы не начал отчебучивать чего-нибудь эдакого. Во-вторых, подготовка. Изучать роддюм начальства поголовно, поимённо. Вот как в первом сезоне главврач учил лунохода. Герб, девиз, где живут. Примитивно. Вообще-то, конечно, так уж, по большому счёту, должны были спрашивать не герб, девиз, где живёт, а герб, девиз, где живёт, ну-ка, колено до седьмого-ка, перечисли. Кто там был? Твоих коллег по опасному бизнесу. Чем прославился. Пригодится. Или опозорился. Чтобы в дискуссии это можно было в говно макнуть. Да. Пригодится. Вот это нужно было в обязательном порядке помнить. Их там не очень много. А сам-то лошадя отлить не смог. Отлил какую-то хуйню. Ну, и там твой дедушка. Потом в обязательном порядке им там память развивали. Потому, что ни тебе компьютеров, ничего нету. Просто надо знать. Всё полезное, что ты помнишь, ты должен именно помнить. Учитывая, что, ну, да, конечно, у них библиотека. Но вот ты общаешься с кем-нибудь, а раз Пушкина забыл. Ну, как так можно? Нельзя Пушкина забывать. Топовые стихи, прозу наизусть херачить. Чтобы можно было в любой момент блеснуть на международном приёме. Чтобы все поняли, что молодец. Тем более, девочка некрасивая. У неё от плохой болезни повреждения, скорее всего, её замуж выдать не получится. Потому, что у неё это проклятие. Порченное. Порченное. Значит, будьте уверены, на дипломатической службе пригодится. Применят на дипломатической службе без вариантов. Нет. Всем пофигу. Ребёнок, так сказать, как перекати поле одна где-то шляется. Папе дела нет. Мама того. Ну, ладно. Мама того. Опять же, мамки и няньки специально обучены. Так вы не поверите, они же в очереди стоять будут, эти мамки и няньки. Причастность. Ну, как тебя заметят, отметят, поощрят. Это же круто. Конечно. Движение по служебной лестнице. Всей семье, так сказать, блага льются. Нет. А тут одна, да ещё и в тюрьму. При этом, ну, самый примитивный вопрос. Вот этот спит. Может, он закрывает хотя бы внутри, а ключ куда-нибудь прячет? Нет? И как вы снаружи-то через отсекающие решётки заходите? Не понятно. А может быть, у неё дубликаты? Она, видимо, в тюрьму-то давно уже ходит. Да. Мне это сразу напоминает известный сериал «Сопрано». Труп расчленяют, бросают в мусорные грузовики. И когда его выбрасывают на свалку, он собирается воедино. Погоди. Как это он собирается? Пауза. Ну, если грузовики на одном маршруте... А! Так на зубу и дело. Тут же все с пониманием вопроса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова